так долго качали ну вроде получила сейчас тест-драйв тормозов так заводится да и дядя не надо так только дорогу сделала на вот этом горбатом он ездил больше чем на это на 9 мая работает четко да может давление где какая лампа там это из-за этого реле они нету тестера померять заряд зарядку померят и стороне а слышал ключи по фарам посмотрим акс ключи по фарам газу дашь а ну газа не не видно вы можете с генератора этот снять так надо газ давать он так заглохнет по любому на холостом руслан иди иди давай генератор но что там ремень на месте и вон ремень отсюда видно попробует постучать они . это генератор и воде вот здесь вот ну так где щетки посаде там уж внутри снаружи это корпус на вентилятор болен без зарядки для зарядки далеко не уедем тем более вечером вот ухлада кашу макс только что мигнула она потухла не зарядки нету заработал датчик датчик этого а попробуй выше обороты макс сейчас выше обороты давайте слышь пошли сзади что-то посмотрим там где реле сзади макс а ну давай не одна одна дальний вторая а сейчас две шо это по заработал передохранитель со светом разобрались да это ближний один пока да а а габарит правый загорелся правый габарит потух заработала по температуре этот самый так поворот так а шо с ближним ключи аварийки тут нету есть есть а вот не работает холостые как держат вообще без вопроса все окислилась конечно там окислил на это такой степени окно открыто это было да или что да ну в гараж это сыро да загорелось давление масла слышу заводи так запаску я на место положу генератор да потух нет слышишь тут сзади где реле может что-то отошло я просто смотрю релюха сзади но тут все на месте смотрю на сам генератор вот как будто туда что-то попало или кто-то отверткой полез и оно вот заломлено один один генератору надо лезть смотреть что-то не хватает на том они и есть макс молотком чинит зарядку о потухло потухло макс молотком стучал потухло до потухло говорит все работает починил зарядку молотком елки-палки вот эта машина кто сказал стучать спасибо какая прекрасная машина зарядка работает это фантастика это были макс тоже с днепропетровск выставить макс ты тоже с днепропетровск земляк земляка спас четко держит это зима лет а это шо сейчас это зима были вот это урок как они это бардачок на бардачок посмотри ручка как на бардачке так пока вы тут час кузов надо будет быстро вынести поможете потухло тухнет тухнет только на больших а было нормально я же на холостых снял и не заглохло работ работает почти вот блин до ближний надо ту фару снимай кожу отвертку на на вынимаю я вот это первый раз вижу что чтобы на лампочке стояла еще пластмасска сверху хотя видел очень много в магазине они продаются но я не знал куда отвертся лишь свежий век живи век целого это дальний набор рабочие какой цвет ближний какой не непонятно давай попробуем у нас контроль кинет там ничего не приходит сейчас потому что ближний только приходит а должно же приходить должно да значит просто сюда не идет да значит лампа же целая мы проверим сзади все светится можешь не переживать походу завод изготовитель когда продал дедушке этот автомобиль ну сделал заводской брак и наверное все искали не могли найти есть этот макс все починил они они взяли фишку папки мамки да взяли один из штуцеров не так вот запхнули а вот так а все понял и не было контакта все работает ближний так свет есть зарядка да никто туда точно не лазит может одет на ездил днем наверное в основном ну по празднику да все ближний есть ехать можно все починили этот макс просто волшебник да а дальний давай есть до габариты есть что зарядка работает нет зарядка все значит еще в дворники где-то о моторчик омывателя ретро обзор может зальем слышишь в омыватель в омыватель обзор а дворников нету с горбуна померяем сейчас горбунчик привязать главное не забыть не с горбатого дворники не подойдут друзья тут все по-другому совсем полный комплект и все родное ничего вообще колхоза нет даже ручки колпаки конечно состояние надо поработать но машина неплохая недорогая как заслон очка тут работает хитро и не знал так теперь достать кузов как достать кузов блин тут конечно жестко где дерево выросло занесем а нас внутри все вынять надо ёханы бабай на рукавица стой ну да что то тут немного немного подустал разгребет этот край макс даже посмотреть что там с днищем рулевое наверно до рулевое это забирайте так а куда это я могу сюда бросать так нам на так нам потом не мешал забросай куда-то дальше я нету от восьмерки рычаги задние задний рычаг откидывай куда-то ну чтобы мы сейчас заберем это все на как мы понесем там узко а что ты выкинул то глушитель старый а не нужно сейчас еще пол запорожца внутри на идем диски есть блин запчасти улетели такие не знаю то было что-то а чайнички елки шушь ты чаю захотим попить нормально нам а вон за три барабаны барабаны тормозные куда-то надо сразу в сторону а он это ступица пол запорожца еще в машине маховик непонятно ну пока повернись но венец точно хороший у меня было тут дыры ты ее мою что передок да короче походу тут была целая машина просто ее разобрали а он что там карабас или что коробка да передок так что у нас тут сзади а тут он на какой-то тачке стоит они это ручка от тачки только на покрышке стоит плата смотри это наверно блок управления двигателем куда ж ты выбросил не заведешь теперь перепрошивать придется конденсаторы этот какого-то мотора еханы бабай там он какой-то мотор глушители это жестяк вообще ухты дурка точно заберем не сделаем электро сделаем хороший мотор оригинал подойдет он 22 киловатта так это мощный мотор это мощнее чем оригинал будет давай буду носить ты то что полезно тут все полезно вот это выбрасывать кулиса елки с оригинальным набалдашником ты же так не бросай блин это на мой подойдет на балдашник полу оси охренеть вообще а вон и карабас лежит макс а вон и кулиса стоит добавить на балдашником передняя балка это пол запорожка елки-палки два запорожца не подозревая сказали что у вас будет с документами металлолом не нужно значит с этого сделаю какой-то проект а на том буду на работу ездить до коробка коробка коробочка а вон картер вон блок двигателя лежит макс да да я вижу лучше походу был целый запорожец его просто разобрали хотели делать наверное что-то блок сат рекой маленький легенький елки-палки блин от зари до зари мы боремся за спасение запорожца ну это хорошее то что греш торсионы помнишь там да да а мы тебя забрали порой это слышишь стеклоочистителя механизм шкив коленвала воздухан короче тут есть немного запчастей ты меня не пугай еханы бабай стеклышки одно и второе это запасные запасные до стекла дверные макс стекла так процесс конечно вынимание будет непростой амортизаторы есть осторожно еще двигатель а он а вот смотри сколько это все так макс лютует так труба убрана комнату не заноси так слышишь марина дерево держит это дерево если ты упадет дерево на это так друзья кузов вытащили кузов вытащили расчистили конечно был он полный блин забит мотлахом целая машина вот она в стороне самое сложное протащить вот этот кусок тут уже на прямике легче там кстати телега есть спереди уже какой-то колхоз под танковые фары похоже барометр манометр такой-то у пиратов был видно еще чудо только нет вообще теперь надо нести один впереди один сзади и понесли по будете оператором я могу держать а ну давай заперёд попробуем где же уже листов нету так что тяжелее наверно зад он там ну смотрите какая конструкция стекла тут давай запад зад он больше к середине будет подожди ни хрена себе я поднял сам запороджит и поцарапать Ну да, желакокрасочная дуга. Бери! Ни хрена где! Эврика! Иди спереди. Не, надо просто зад сейчас просто занести, чтобы он туда дальше попадался. Мы зашли просто не по тем углам. Ну так давай, я говорю, зад занесёмся сейчас и... Подожди, тут убрать надо. Новый. Спиннинг. Спиннинг с Невской катушкой, ёлки, она такую в детстве ловила. Трещоточка. Тоже, да? Да. Поправь, чтобы не поправить. Такие бороды были, когда я... А чтоб бород не было, там надо было делать приспособление. Или была такая подкрутка. Руслан, ты что, сам? Я сам поехал. Слышишь? Я длину. Помочь толкать? Не, не. Застряли. Там застряла. Да, да, да. Давай на тебя назад. На тебя. На тебя назад. Надо жопу заносить. Заноси и пройдёт тогда. Вот это ты Геракова. Тоже бухарь двигаешь. Не, только надо теперь выставить эту. А вот это можно? Руслан, я теперь зад приподнял, чтобы я выровнял. Да, давай. Хотя она сейчас будет в бок как раз ехать. Не надо. Так как нам надо. Так оставляем. Вот смотри, она сейчас будет туда ехать как раз. А не ровно. Так как нам надо. Колеса сами повернулись. Куда мы идти не просили. Ох, мой хорошенький. Будешь ты у меня самым лучшим. Толкай. Опа. Чуть ниже. Чуть ниже. Чуть ниже, Руслан. Нет, вот этот. Нет. Еще? Да этот мотор. Давайте его попытаемся. А, слышишь? Можно же на боку его. Ах, нет. Прокатить. Лакокрасочный, понял. Нельзя эту сбить? Можно, но я боюсь. что дерево рухнет. А может и нет. Попробуй. Не, а... А нам же та стоит. Переставить просто, да. Не переставить. Тупо отбей в размер. А нету мало. Ты надо было... На, лучше. Мало? Лучше меньше, чем больше. Воза. Хорош. О! Все, там в землю, Макс. Покрути, она в землю зайдет чуть-чуть. Асфальт. Асфальт. О! Туда ее теперь, да, забивай. Все. Пробуем. Давай. Ех, ханы бабай. По животу мне попал. Блин, ты шо? Ты знаешь, сколько эта машина стоит? Ха-ха-ха. 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 Давайте фотографию тебе хоть сделаю тут в этом... В пробке. В пробке этой застрял. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Жесткий. Держите, идет съемка. Так, все. Ну, теперь совсем другая история. Я могу спокойно ехать. Там попали мы. Слышишь, надо все-таки поставить телегу ровно, Макс. Да. Да, оно же на обочину сносит. Так, все. Передок пробуем сейчас. На бордюрку, да? Ну, да. На это надо его заносить и потом. Он что-то еще нашел. Ха-ха-ха. Сюда надо отдельно приезжать на поиски сокровищ. На поиски сокровищ. На поиски сокровищ. Руслан, впереди. Вдвоем берем. Заносим сюда. Максимально к двери. И тихонечко вот так вот упирает. А вы с боков зайдите каждый. Давай. 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 Да, тут тесновато. Давай еще. Еще пойдем. Да. Что-то зацепились. За дерево. А это виноград? Да. Ну, пилка ешь. Есть. Да. Хотя не, неизвестно. Моет и будет мешать. Ага. Только пониже. Смотрите, как он пилит. Ха-ха. Ох, этот Макс. Да, тут процесс, конечно. Хорошо, что машина не тяжелая. Если бы был Мерседес 123 или 126 было бы намного сложнее. И даже вишневая девятка тяжелая. Какие легкие у нас мечты, Руслан. Ага. Камеру нашел. Какую? Видео? Нет. Ладно. Пилит. Кидай туда в огород. Не надо? Нет. Вот не зря. Так, что нам? Будем страдать. Хочем, что мы нельзя. А нет. Ну, позвоним, отправят новую почту. Ха-ха. Новым хозяевам. Давай. Какой план? Подожди, давай чуть-чуть. Подтягиваем дальше. Держись. Блин, тут, конечно, вывернуть я не представляю. Только на боку придется, наверное. Или нет? Как-то его завозили. И виноград был. Трубу-то точно надо убирать? Мы сейчас зад. А вот это? Зад заносим. Это сдвинь их вот туда. Ты что ж? Надо убирать. Да. Главное не наступить. На те же грабли. Расчищает. Да. Самый сложный процесс. Сейчас покажу вам. Смотрите. Он весь целый. Залитый чем-то. Все целое реально. Там я смотрел в ютубе. Люди из такого лепят. А тут целенько. Вот так, если мы сделаем, то, конечно, шансы наши возрастают. А забор этот, он крепкий, да? А вот же. А большой мусор упирается. Что, никогда так не работал сильно? В жизни так много не работал. Так сегодня длинный день сегодня что-то? Пол седьмого утра? Ага. Сейчас уже у нас... У кого-то спеть и у кого-то пол седьмого. Да. Не, ну мы стартанули. Я с момента старта говорю. Друзья, уже 18-24. Так, еще одну трубу убираем. Знаете, что Азбит запрещен в Европе? Да. Да. Потому что он понит. И раки, и тому подобное, а так часто бывает. Вот доказать практически нереально. А это, слышишь? Вот эту, да, теперь надо куда-то ее... На виноград положи ее. Теперь мы едем вперед, да, аж до стенки. Так. Ну что, поехали? Да, держите камеру. Что, тупо вперед просто, да? Да, да. Давай. Давай. Тащим. Подожди. Я готов. Давай. Слышишь? А теперь можем подперед тачку подставить. Под передние колеса. Да. Ну только еще надо. Ну давай, вперед едем еще. Стоп, стоп, стоп. А тут он ржавый. Перекосило как-то. Кузов. Давай. Готов? Еще? Давай. А теперь... Теперь немножко. Руслан, стоп. Стоп. Стоп, стоп, Руслан. Не, не, надо заносить еще. Осторожно, дом. О, опять надо там заносить. Да. Давай. Готов. Стоп. Теперь надо вперед поставить. Чуть-чуть вперед. На тачку. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Еще заносить. Забор, стой. Попробуй забор ногами. Да, да. Так, давай. А там уперся в дом? Ну еще есть. Чуть-чуть есть. Чуть-чуть тогда давай. Туда. Есть вперед? Да, вот. У меня нету, у тебя есть. Давай. Теперь на тебя зад. Зад на тебя. Давай. Блин. Опять. Вот эту трубу. Что это за труба? И много? А? Много уперло? Ну чуть-чуть. Сантиметров двадцать. Ну, Ларе, сейчас некогда. Вытаскиваем за пару этот кузов. Давай. Да. Да нет. Все, теперь. Давай. Почти напрямую. Еще можем? Еще теперь можем. Давай. Ну и все, ребята. Все. Теперь ставим тачку. Тачку. Блин. Вот это процесс. Там видно что-то? Да ну. Мы болимся. Конечно видно. Тачка четкая. Смотришь. Колесо изобрели. А кто колесо изобрел? Архимед? Да нет. Раньше? Раньше. Ты ходи сейчас. Что? Я тебе подаю эту тачку. Не, я подниму сейчас заперед, а ты ее под середину подкинь, да и все. Я заперед подниму сейчас. А что вы не подперед, а зад нанесли бы? Ну или зад там. Смотри куда подсох. От зад? Ты куда-то дай назад давай дальше. Чуть-чуть еще. Поднимай? Да. Сейчас секунду. А ну вставь. Все. Учила кишка. Ты сам тянешь. Сам тянул. Смотрите, здесь ваши причиндалы. Причиндалы. Объезжаем. Камеру объезжаем. Жуд. иди, я тебе славу тоже дам потянешь и не бога и здоровый, не куришь а ну Макс Геракл тоже сам тянет в лучах заката целый день мы боремся, все аж не верится, что нам удалось его достать из этих джунглей слышь, под какие-то танковые фары дырки, да? или под родные, запасные а дырки, видишь, есть под стандартных тоже передок же такой есть да, и запорожец надпись у меня такой, или нет? ох, друзья вот так вот мы вот так вот нам нехер делать называется бородань бы сейчас смеялся, дальше одноприводный сейчас я помогу сзади давай, опа да ты что, вдвоем вообще красота две лошадиных силы две лошадиных силы и Руслан с запорожцем делает чудеса все слова тебе, давай на финиш так, горбунчик тут стоит да не, боком не габарит толкните там камень толкните сзади такое кино еще никто не видел вперед, наверное, тяжелее все-таки, да, Макс? Макс, запорожцы это тяжелые машины броневики броневики, да ну что, нам вдвоем да, сейчас подожди, надо подумать еще можно чуть-чуть вперед давай, стоп руки что, давай за зад толкаем по крайней мере, мы можем оставить на вход ой соскочило а, ну, так она и так соскочит мордок-морде давай теперь под зад подложим уберем вот эти вот не нужны нам штуки не поедем а, давай она держит она держит подожди, давай, я уберу, стой убирай, убирай не надо, не надо, она упадет давай сразу она же почти не зашла она держится сейчас на этих штуках я понял я понял нет давай, стоп едем теперь давай едем вперед чуть-чуть вперед, да хотя бы чуть-чуть давай до конца едем а теперь надо их снимать ух, так тележка все равно сюда не выйдет стой, стой ну так и нельзя понять, что у тебя жилеет то ли зад, то ли подожди видишь, какая расчесовка хорошая да, поехали все, тележка больше не позволяет еще? а, мы сейчас узнаем о, вперед все-таки перевесил, видишь? перевесил из-за того, что вы уже за середину заехали давай еще нормально теперь теперь за зад не-не, мы же еще подвинем давай за зад теперь за зад поднимаем и толкаем не толкает давай за бокам за бокам все ДТП да, висит немного ну, я думаю не критично а мы вперед сейчас загрузим багажник впереди, да? тяжелым да телегу в салон сразу забирать она не надо целый день мы боролись и победили да, цель достигнута все стоит на на местах желтенький на ходу да, как он работает вообще без вопросов Макс органично в нем очень смотрится холостые, свет тормоза сделали даже задний ход не работал из-за предохранителя уже обе лампы заднего хода делай делай третий от этого хорош все да, поворот неожиданный поворот не туда поворот не туда это дурдом просто сейчас люди будут охреневать уже уже охреневают эта сторона что в земле стояла попоржавела конечно но днище четкое а этот новый 23 998 пробег давайте еще раз покажу да в общем все все класс осталось доехать до дому даже багажник у нас есть Макс уже устанавливает что ты в Крым поедешь или на Кавказ в Затоку сейчас у нас другие направления уже багажник ставит хочет выезжать завтра или в Прилуке продолжать спустя сколько лет Пуслан сколько лет 40 57 ну да где-то так лет 45 не 55 короче давно опять хочу на Кавказ говорит как он там крепится вот представляешь были вот в комплекте резиночки лежали да хрен охренеть от этих дедов и расстояние между крышей то есть он и не торчит такой четко под эту машину слышишь что-то делал такой штамповочка заводская все финиш загрузили закат от рассвета до заката это просто жесть сколько мы копали оно десятилетия стояло все раскопали завели поехали три машинки еще лобовое оно же заднее надо забрать вылетаем раскладушка ну да если что можно прилечь отдохнуть поспать порошок макс есть тоже надо такой порошок было бы найти как работает вы весло слышите это Карли Дэвидсон с крышей все друзья на старте сейчас летим время уже на 9 час целый день мы от зари до зари целый день ни маковой росинки во рту не держали сколько время у нас документы взял да взял да 20 04 поехали